С початку односно малоснежное и с непротяглыми морозами зима, потом засушливое лето. Работники лесной глины кажут, что коли ранее грунтовые воды знаходятся максимум на 30-сантиметровой глубине, то сегодня-то их узровень снизился до полутора-двух метров. Особливо тяжко отсутствие в Вильготе переносить молодые древы. На культурах дубов, которые посажены в этом году, посадочный материал с закрытой корневой системой в Мозырском опытном лесхозе, при общей проживаемости почти 100%, через 2-3 месяца культуры начали отпадать, усыхать, то есть сбрасывать листву. До речи, древы, яким уже не одно 10-ти годы переносить несприяльное на дворе, так само с проблемами. Особенность Вильготе приводит до того, что и они не могут смыгаться с лесными шкодниками. Те ж ёлки, например, знищают их за допомогой смалы, але в этом году для ее выделения часто элементарно не гопая воды. Основной вредитель – это караэт-типограф. Для него сложились идеальные условия для жизни. В текущем году мы ожидаем, что у него даже будет третья генерация, то есть он третий раз в течение сезона отложит и выведет потомство. Что, в свою очередь, приводит к продолжению усыхания еловых насаждений. Поколь – наибольший распоседженный способ боротьбы с лесными шкодниками – спиловывание древ. Звычайно, объемы такой дравнины на гомишине складаются около 100 тысяч кубометров. Але в этом году зуликом масштабов распоседжения караэда пошкоджений будут больше значными. Великие проблемы возникли и с захованностью ясенью, и огогибель уже можно назвать массовой. Уровень грунтовых вод упал, и ясеньевые насаждения сразу же начали поражаться корневыми гнилями. В результате корни отмирают, и дерево падает. Все ясенники в области у нас массово поражены, и, ну, вероятно, что в течение ближайшего времени мы забудем, что такое ясеньевое насаждение. Вырытовать древы сегодня могло бы только значное повышение узровневых грунтовых водов, але для гэтага даджы повинны си без перапынку амаль месяц, ясчэдна надея на протяглую снежную и морозную зиму. За одного боку гэта повысить узровень воды, а за другого знишить значную койкась шкодников. Алексей Тюров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель.